Ну что, друзья, всем привет! Меня зовут Ирина Третьякова, и добро пожаловать на мой канал Петельки Радости. У меня тут такое немножко спонтанное видео. Я вернулась с работы. У нас сегодня 20 февраля, пятница. Бум, пятница. Вторник. Вторник, 20 февраля, последний месяц зимы. Вот я вернулась с работы. Мужа пока что нет. Ужин готов. Я присела повязать свой новый спонтанный проект. И такое все мимимишное в нем, такое все нежненькое, что думаю, что я просто так вяжу. Дай-ка я девчонкам запишу какое-нибудь видео, возьму тег от Ларочки. Благо там мне Ларочка прислала целую кучу. Вот, взяла первый попавшийся. И, собственно, буду отвечать на вопросы. Посидим с вами, повяжем вместе, поболтаем. Наливайте себе кофеек. Я вот уже тоже налила. И будем вязать вот такие бабушкины квадратики. Я буду вязать, а вы будете вязать свое вязание. Вязать вязание. Творить свои работы. Вот. У меня такая нежнятина. Посмотрите, какие они милашные, мимимишные. Это накопориш пряжа. Я ее просто перемотала в клубочек. Тут ничего натурального нет. Ну, дело в том, что какая-то аллергия у меня опять разыгралась. И вот сейчас чувствуете, немножко говорю в нос. Поэтому я пока не вяжу из натурального. Вяжу вот такое все ненатуральное, но безумно красивое и нежное. Посмотрите, какие квадратики. Я когда взяла в руки эту пряжу, мне захотелось ее связать именно крючком, чтобы она была такая более объемная. И захотелось мне вот такой воздушный дачный кардиган. У меня этих дачных кардиганов уже не первый, да. Но вот хочется мне такой нежности, такой уют. Как раз весна. Но название прямо у меня подбирается к нему, что снежинка какая-то. Или вот снежная сказка. Или вот какая-то такая нежность. Но это я еще подумаю. Пока такое кодовое название снежинка. В общем-то, я уже навязала за вчерашний вечер вот столько, вот столько квадратиков. Да, это предполагается кардиган. Но если вдруг что-то пойдет не так, я думаю, я сделаю прикольный плед или шаль. Они мне точно пригодятся. Мне прям захотелось какого-то такого процесса отдыхалочки. Как-то не то, что я потеряла вдохновение, но пока мне не хочется вязать спицами, учитывая эту мою аллергию. Вот. И вот вяжу пока крючком. Куча проектов начата и крючком, и спицами. В том числе и знака Париж тоже еще один проект. Но вот вчера прям вот присела, и меня это как захлестнуло, и все. Ну, короче, давайте приступим. Открываю вопросы, буду читать, отвечать, и будем с вами вместе вязать. Итак, девчонки, давайте начнем. Тег от Ларочки. Я оставлю ссылку под видео. У нее очень много различных тегов. Я взяла первый попавшийся, глянула, что тематика не новогодняя, никакая не праздничная. Ну и, собственно, буду отвечать на эти вопросы. Не читала, первые три вопроса только прочитала. Думаю, нормально, поехали. Так всегда лучше всего, мне кажется. Итак, первый вопрос. Где ты живешь и где хотела бы жить? Ну, я думаю, что я неоднократно уже рассказывала. Я живу в городе Воронеж. Это столица центрально-черноземного края, региона. Большой достаточно город. У нас город-миллионник. Я очень люблю наш город и очень люблю Воронежскую область. Самая родилась в Воронежской области, не в Воронеже, не в самом, но очень близко, буквально 30 километров от города. Вот. И в силу своей работы я часто езжу по Воронежской области и по центрально-черноземному региону. И, конечно, я безмерно люблю наши красоты, нашу природу. Ну, иногда, конечно, суровые погодные условия, как это зимой. Тоже у нас было по-разному. То ледяной дождь, то вьюга. Ну, конечно, я, безусловно, очень люблю то место, где я родилась и где я живу. Где хотела бы жить? Ну, пока мне все устраивает, я бы хотела жить дома. Мне здесь хорошо, и мне подходит климат, и я привыкла, и все родные здесь. Здесь, ну, конечно, если говорить о том, не знаю, там, какую-то часть времени жить не в городе, я бы, конечно, жила бы где-нибудь на море. Ну, иметь возможность поехать на пару месяцев в год, в году на море было бы очень классно. Ну, это просто, чтобы, наверное, отдохнуть, там пожить некоторое время. А домой все равно очень хочется. Как говорится, где родился, там пригодился, наверное, но у меня все устраивает. Дай бог только, чтобы все было хорошо, чтобы был мир во всем мире, и все мы были у себя дома. Вот. Второй вопрос. Носочная пряжа только для носков или? Ну, наверное, только для носков. Хотя, ализе волтайм я рассматривала для того, чтобы связать шапку. Мне кажется, вполне возможно, потому что... Ошиблась, болтаю. Вполне возможно это сделать, потому что пряжа такая достаточно плотненькая, мягкая достаточно, но в то же время теплая, шерсть практически стопроцентная. Можно будет как-нибудь попробовать. В носках она мне, кстати, не очень понравилась в итоге. Я сейчас ношу эти носочки. Но, как вот Аня Жильцова показывала у себя в видеоролике, действительно ступня такая... Не то, что она стирается, она какая-то становится блестящей, как будто акрил. Прям вот как будто стопроцентный акрил выглядит. Но, тем не менее, я их ношу, они теплые, все хорошо. Вот. Ну и, может быть, да, вариант связать шапку. А так особо не рассматривала носочную пряжу, ни для чего. Я, в принципе, не так давно начала вязать из носочной пряжи, буквально вот в прошлом году. Поэтому тут я такой небольшой специалист абсолютно в этой области. Ну и если брать классическую носочную пряжу, где 400-420 метров на 100 грамм, ну, как бы на плечевое такое себе. Замучиваешься просто ковыряться в этих петельках, как по мне, да. То есть, для меня, ну, если плечевое, то тройка, это прям вот потолок на 2,25 или на 2,5. Для меня это уже мелко вязать для плечевого изделия. Так, надеюсь, там все хорошо видно. Потому что освещение... Давайте я остановлю, посмотрю. Ну, вроде все хорошо видно, так что продолжим. Третий вопрос. Вязаные встречи. Устраивала, ходила, обходишь стороной? Не устраивала, не ходила, не обхожу стороной. Я бы с удовольствием и устроила, и сходила бы. И у нас есть уже группа в телеграм-канале. Вяжу в Воронеже она называется, я ее создала. И я все-таки планирую, что как только потеплеет, может быть, мы с девочками соберемся где-то в парке, возьмем пледы, чай, кофе, бутерброды и повяжем, поболтаем. Познакомимся и будем общаться. Может быть, кто-то меня пригласит на какую-то встречу. Я тоже с радостью пойду. И буду рада вообще каким-то знакомствам, совместному вязанию и так далее. Я все это очень и очень люблю. Я неоднократно про это уже говорила. Так, четвертый. Тайный обмен подарками. Мнение, опыт среди вязальщиц. Не менялось, не знаю. Поэтому никакого опыта здесь нет. И даже не знаю, как поучаствовать в этом. Может быть, на следующий год я заморочусь этой идеей. Может быть, сама организую какой-то обмен. Может быть, где-то поучаствую. Посмотрим. Загадывать далеко сейчас наше время вообще не стоит. Поэтому нет, не участвовала опыта. Нет, ничего сказать не могу. Пятый вопрос. Все ли связанные тобой вещи ты носишь? Ой, нет, конечно, девчонки, не все. Далеко не все. Потому что раньше я вязала, даже два года назад, плечевые изделия. Совершенно не понимая, что это за пряжа. И сейчас я не хочу их носить. Не потому что там мне не нравится фасон. А потому что там какой-то не очень хороший состав. И в них себя не очень комфортно чувствуешь. Какие-то вещи я не ношу в силу того, что я немного прибавила в весе. И мне не нравится, как они смотрятся. Вот на 44-м размере они смотрелись хорошо. А вот на 46-м уже мне не нравится. Поэтому не все вещи я ношу. Шапки я ношу все. Вот там шарфы, аксессуары тоже не все лежат. Какие-то распущу. Капоры тоже. Думаю, что со временем распущу. Я их не ношу. Кардиганы ношу. Ну, преимущественно на даче. Свитера ношу. Ношу не на работу, ношу. Как бы наряжаюсь в них. Так, можешь ли... Можешь вязаную вещь легко подарить? Вообще легко. Вообще легко. Я могу все что угодно подарить родным, близким. С радостью это делаю. И вяжу на подарки. И вяжу, когда просят. Просто, да. И дарю в основном. Потому что не могу я. Хоть я и работаю в продажах. И про продажи могу вам рассказать очень много интересного и полезного. Но продавать свои вещи знакомым, друзьям, даже далеко знакомым друзьям у меня пока не получалось. Мне все-таки... Я как-то либо брала за пряжу деньги только, и то очень редко. Наверное, в 2-3 раза всего. А в основном, если меня просят что-то, я свяжу и подарю просто так. Или просто свяжу и подарю. Даже если не просили, там, может быть... Ну, я дарю там подружкам, дарю племяшкам, деткам, друзей. Ну, в общем-то, вообще легко и с радостью. И никаких проблем я в этом не вижу. Мне только это нравится. Вообще, было бы время, я бы всех обвязывала и все дарила. Ну, понятно, что сейчас пряжа не такая дешевая, чтобы там сильно много именно просто так дарить, вязать. Ну, к праздникам каким-то там, да, я обязательно что-то повязываю. Там носочки и в сезон кому-то что-то обязательно тоже повязываю на подарочки. Вот. Седьмое. Бабушкин квадрат для пледов, для вещей, для интерьера. Твое мнение. Ну, собственно, да? Все видно, я обожаю бабушкин квадрат. Обожаю. В разных его проявлениях. Я вязала сумки бабушкиным квадратом. Квадратом вы все их видели. У меня видео есть с прошлого лета. Я вязала, вяжу до сих пор, довязываю плед. Ну, там как не совсем бабушкин квадрат. Там квадратики с сердечками, с шишечками. Но смысл тот же, да? Вот сейчас я хочу плед связать бабушкиным квадратом. Подушки я хочу навязать бабушкиным квадратом много. У меня в планах сейчас по весне вот именно заняться декором. И вот таким декором, знаете, таким вот домашним, деревенским мне хочется. Я, наверное, уже рассказывала обустроить террасу на даче. У нас есть такая крытая терраса. Там я планирую сделать такое спальное место. Мне наш мастер по дереву обещал сделать такой подиум. Я хочу спустить с одной из спален матрас туда. вот, и как бы отдекорировать это место. Там множество подушек, пледом вязаным. Подушки тоже, чтобы все были такие связаны наволочками. Каким-то таким декором. Прям вот очень-очень мне хочется это сделать. Поэтому бабушкин квадрат я обожаю. Я буду из него вязать много. Планирую. Вот, забегая вперед, могу сказать, что, например, я думала, что буду еще и вязать мозаичным вязанием, но пока мне как-то не очень зашло. Я тогда во влоговом видео подробнее это расскажу. А вот бабушкин квадрат, это прям вот наслаждение. И мне хочется и кардиганы, и жилетки попробовать. И вот кардиган я уже вот решила попробовать. И еще вот с сердцами тоже я хочу кардиган попробовать с квадратиками. В общем, бабушкин квадрат я просто обожаю. Поэтому не то, что для меня про место номер один, но и вязать, и вещи из него мне ой как очень нравится. Очень нравится. Поэтому вот так. Следующий вопрос. Чепчики, кота-чепчики, твое мнение, есть ли место для этого в твоем гардеробе? Нет. Котам, конечно, можно связать так чисто посмеяться. Чисто поржать, как говорится, да? Над моими котиками. Но они и так без этого очень милы. Ну, как эксперимент какой-то можно связать. Сама я чепчики носить вряд ли буду. Вот, мне кажется, уже как-то и не по возрасту мне это дело. Деткам, конечно, прикольно. Мне нравятся, идут они. Очень миленько смотрятся. А на взрослых, ну, конечно, есть девушки, которым это, безусловно, очень идет. Я себя, конечно, в этой одежде, в этом аксессуаре не вижу. Дальше. Детские расцветки в вязании для взрослых. Да или нет? А что подразумевается под детскими расцветками? Я не знаю. Какой-то ярко-салатовый? Или нежно-голубой, или нежно-розовый. Если нежно-голубой, нежно-розовый, да. Я очень люблю эти цвета. Я вообще не вижу никаких разделений на детские цвета или взрослые. Мне кажется, что просто кому что идет, кому какой цвет подходит, такой и следует вязать и носить. Поэтому нет, я не вижу никаких тут разделений. Не могу сказать. Не могу ответить на этот вопрос, наверное, видимо. Мне кажется, что все цвета, да. В зависимости, подходят на ней или нет. Уместны они в этой вещи или нет. Все индивидуально. Самая носибельная вещь, которую необходимо связать, и самая носибельная вещь твоя. Твоя вещь. Так, ну, я думаю, что это кардиган. Моя самая носибельная вещь вот в домашнем обиходе – это кардиган. Потому что у нас такой климат, да. У нас есть все времена года. И зима, и лето, и осень, и весна. Вот именно такие календарные, именно такие погодные. И кардиган – такая вещь, которая пригодится особенно дома. И, в принципе, там и на работу. Вполне себе, в зависимости от модели. И даже есть, как бы, какие-то вечерние кардиганы, да. И под платье, и под свадебное платье наряжаются в эти кардиганы. Ну, в общем-то, кто тут у меня кричит? Марусь, я занята? Нет. Вот. Поэтому у меня, наверное, самая носибельная вещь – это кардиган. Вот. Также, мне кажется, свитер с высоким горлом тоже очень носибельная вещь зимой в наших погодных условиях. Потому что я очень люблю прикрывать горло с V-образным вырезом свитер. Вот, например, я вязала, да, джемпер. Но вот этой зимой как-то я по нему не наряжалась. Как-то вот. Потому что очень я люблю, чтобы было теплышко, да, чтобы горло было прикрыто. Воротник-стойка, да. А там, то есть, такой, либо там, ну, как он, не лодочка называется. Ну, обычно такой круглый вырез тоже буду носить. Носибельно у меня такие свитера. А вот V-образные как-то пока у меня не очень носибельным оказался. Думаю, жилетка тоже очень носибельный вариант. Я носила, это зимой очень часто я одевала жилетку на работу. Прям на футболку даже, потому что в офисе очень тепло. А как бы на улице очень холодно. И очень классно, когда сверху футболки или лонгслива ты одеваешь жилетку. И все, и тебе как бы и тепло, и в то же время не жарко. Поэтому вот так. Мне кажется, кардиган, жилетка и свитер с высоким горлом. Это вот такое самое носибельное, что выберу я. Вот, и по моему мнению, кажется, что это в принципе такое самое носибельное. Но опять-таки на вкус и цвет все фломастеры разные. Девчонки, опять путаю, одеть-надеть. Нужно запомнить, что на себя надеть. Вот, поэтому, если там где-то ошибалась до этого, это не специально, не ругайтесь. Так, дальше. Покупаешь ли ты вязаные вещи? Если да или нет, то почему? Покупаю. Стыдно, конечно, признаться, но покупаю. Сейчас гораздо меньше. В этом году, мне кажется, вот в зимний период я вязаные вещи себе не покупала. Но покупала по осени. И в конце лета я покупала себе кардиган такой короткий, из хлопковой пряжи. И я покупала себе жилетку тоже из полухлопка. Почему я их купила? Если честно, я хотела по ним связать кардиган и жилетку. Не связала до сих пор. Но носить ношу. Мне нравится. Зарине, по-моему, жилетку покупала. А кардиган короткий в Айкике, по-моему, покупала. Но, в общем-то, я все-таки планирую по ним связать. Потому что посадка мне очень понравилась. И чисто из-за посадки я купила себе эти вещи просто, чтобы по ним связать то, что мне хочется. И, кажется, я еще свитер покупала один. Не буду врать, не помню. Но покупаю. То, что сказать, что я не буду покупать, там все, я буду себе только вязать. Нет, скорее нет. Потому что есть такие вещи, которые сам себе действительно не свяжешь. Какая-то машинная вязка. Мелкие, очень мелкие петли. Очень тонкие джемпера, свитера, которые я ношу, которые мне нравятся. Как бы с джинсами, с брюками. Ну, такие не свяжешь. Поэтому, конечно, я покупаю. Самый дорогой вязальный подарок по стоимости. И тот, который дарит радость воспоминания. Ну, вот если из свеженьких, то это набор спиц Чиагу мне муж подарил на Новый год. Конечно, он меня радует. Достаточно дорогой подарок. И всегда мне приятно им пользоваться. И всегда у меня в обиходе. Я очень люблю эти спицы. Поэтому, наверное, вот они первые приходят на У. Он мне сделал еще один подарок набор спиц. Я вам покажу тоже в вязальном влоге. У меня недавно был день рождения. И добавление к подарку, который он мне сделал, мне подарил планшет. Это не вязальный подарок. Но я просила его именно для вязания. Мне хотелось там рисовать какие-то свои модели. И, в общем-то, структурировать все свои там какие-то папочки. Все туда перекинуть. Не в ноутбуке, чтобы было. А было что в планшете. Чтобы мне было удобно с собой возить туда-сюда. Там сдачи в город и так далее. И там в поездке. И в командировке. Вот, чтобы у меня была такая вещь. И мне муж подарил. И плюс он мне подарил еще один набор спиц. Очень прикольный. Я вам тоже покажу его в следующем влоге обязательно. Вот это, конечно, у меня очень запоминающиеся подарки. А еще мне галочка, моя коллега, подарила... Я сейчас покажу даже вот такую лампу. Ну, я более подробно покажу, наверное, тоже в вязальном влоге. А такая лампа, которая вешается на шею. И ты можешь вязать в любом месте. Там, где тебе не хватает освещения. Там улеглась в кровати, в той же гостинице, когда находишься в командировках. Там очень часто не хватает освещения. Вот, улеглась и нацепила, в общем-то, этот фонарь. Он не тяжелый. Он гнется, он меняет цвета. Ну, там теплый свет, холодный свет. И очень удобненько вязать. Там даже в машине ты едешь куда-то, там, если ты не за рулем. Или в поезде ты едешь, тоже можно этим воспользоваться. Я вам подробно расскажу, наверное. Потом, может быть, тоже кому-то пригодится. Тут смысл не в том, что он дорогой по стоимости или что. Но он очень нужный и мне очень приятный. Поэтому вот так. Очень мне тоже угодил этот подарочек вязальный. Ну, а так все в основном покупалось. Покупала я сама. Подарков каких-то больше вязальных не было. Но это, мне кажется, чагушки. Это прям вообще, это все очень клево. Может быть, что-то было. Может быть, я сейчас запамятовала. Не судите строго тогда. Но я всегда, я все-все-все подарки люблю. И любой подарок мне, конечно, очень ценен. Важно, важно внимание. Даже если что-то не так. Там, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. Но мне обычно всегда все-все-все нравится. Вот. Так, дальше. Шарф, казалось бы, что проще. Но для тебя шарф резинкой или сложные узоры? Шарф скорее резинкой. Мне не нравятся шарфы. Шарфы с узорами. Наверное. Ну, пока что я не встречала таких, чтобы мне прям зацепило как-то. Ну, как правило, шарфы я редко ношу. У меня есть связанные и длинные, и короткие. Но чаще я ношу либо снуды, либо у меня большое количество шарфиков таких текстильных. Вот. Их тоже бывает ношу. Ну, скорее резинка. Если выбирать, то скорее резинка. На каком вязании ты засыпаешь? Я вот, кстати, помню. Гляньте, как я ошиблась. Прикольно. Доболталась. На каком вязании я засыпаю? Ну, кстати, когда я вяжу крючком, меня больше клонит сон. Потому что как-то прям как-то, не знаю, медитативное какое-то состояние. Вот. Поэтому, наверное, когда вот квадратики я вяжу на плед, с сердцами особенно, которые я уже их до такой степени довязалась. Их же там очень много. Я четыре упаковки или пять уже связала. И прям на них я бывает, если уже очень устала, к вечеру я могу прям заснуть. А так я ни на каком вязании не засыпаю. Я кайфую. Мне очень нравится. Я расслабляюсь. Я получаю удовольствие. У меня все мысли какие-то там негативные, которые были в течение дня, какие-то вдруг полученные, они улетучиваются. И я прям чисто вот, прям вот правда кайфую от вязания. Ну, за исключением каких-то там пряж, которые мне не очень нравятся. Ну, засыпать, ну, если что, на крючке. Если уж так брать. Так. Твой телефон, компьютер полон сохраненных моделей узоров, идей. Да. Мой телефон, и компьютер, и планшет, они полны всяких идей. Вот. Они систематизированы или расположены абы как? Тут еще вопрос дальше продолжается. Да. Они расположены абы как? Я каждый раз думаю, что я займусь этим вопросом. Я все это делаю. Разгребу, разберу на папке. Все сделаю. Но пока как-то руки не дошли. Посмотрите. А, все правильно. Все хорошо. Я думала, что я здесь ошиблась. Как-то руки не дошли. Но обязательно когда-нибудь я это сделаю. Но идей у меня много. Я делаю скрины. Я сохраняю. У меня в голове, когда ложишься спать, когда куча идей тоже, куча идей лезет в голову. У меня бывало такое, что даже я не могла заснуть. Я просто вставала и начинала вязать. Потому что какая-то идея в голове просто крутится-крутится. И мне не спится. Мне хочется ее закончить. Точнее, быстрее начать. Закончиться сразу не получится. А быстрее начать, так это точно. Поэтому, да, полна коробочка, как говорится, во всех моих электронных устройствах. Но систематизировать не помешало бы. Так. Когда тебе хочется определенную пряжу, ты копишь? Или все же здесь и сейчас? Чаще здесь и сейчас. Вопрос в том, что не всегда у меня есть на это свободные деньги, скажем так. Но у меня есть кредитная карта, которую надо все-таки закрыть. Потому что она меня смущает. И я знаю, что даже если у меня сейчас там до зарплаты там еще сколько-то времени. И на моей карте сейчас нет там лишних денег для пряжи. Я могу купить за счет кредитной карты. И я это, собственно, делаю. А потом, когда получаю зарплату, какая-то крупная часть у меня уходит на то, чтобы это все дело закрывать. Вот, поэтому сейчас я уже в этом году себе дала обещание, что я сначала буду вывязывать. И очень буду систематизированно покупать пряжу. То есть буду себя ограничивать. Благо у меня сейчас каких-то таких порывов сильных нет. Мне такого сильно ничего не хочется из пряжи. Потому что я там на швейторге много накупила. И бобинная пряжа у меня есть неизвязана. И полухлопка у меня много. То есть запасы они так пополнились. Единственное, что я вот купила сейчас тут на Капариж несколько упаковок. И все. Пока что у меня таких прям каких-то сильных хотелок по пряжи нет. Плюс я ищу, когда была там пятница черная в ноябре, я купила такое достаточно приличное количество пряжи. Поэтому вообще здесь и сейчас, да. Если отвечаю на вопрос, то да. Вот. Но лучше, конечно, чтобы у тебя эти деньги были, а потом уже покупать. Но у меня, знаете, как, я не знаю, это с детства, когда еще дефицит товаров каких-то было или что. Мне кажется, сейчас все раскопят, и мне ничего не достанется. Поэтому или цена повысится, или что-то еще. Поэтому мне лучше сейчас купить, и чтобы я была спокойна. Но сейчас я часто еще, знаете, как делаю? Я кидаю в корзину. Там на маркетплейсах, например, то, что мне понравилось. Я такая думаю, я подумаю до завтра. А потом уже завтра точно решу. И, как правило, на завтра я уже могу забыть про это дело, закрутиться по работе или что-то. Могу подумать, что мне это не нужно уже. И вот 90% у меня из корзины не выкуплено. Поэтому вот это какой-то такой мой метод немножечко себя ограничить в покупках. Потому что, ну, уже хватит действительно пока что. Нужно копить на другие вещи. Так. Дальше. Есть ли у тебя купленные мастер-классы, которые ты купила и не открывала? И стоит ли покупать мастер-класс со скидкой, чтобы потом когда-то связать? Или только покупать, когда хочешь именно эту модель вязать сейчас? Да, у меня есть мастер-классы, которые куплены со скидкой, которые я покупала там в комбо каких-то, да? И я их не открывала. Ну, либо открывала, загружала, но не читала, не разбиралась, не углублялась. Вот это все. Вот в это все. Вот есть. Думаю ли я, стоит ли покупать такие мастер-классы? Не знаю, девчонки. Тут зависит все от каждого человека индивидуально. Кто-то вообще против покупки мастер-классов, да? Вот у меня коллега, она, например, считает, что вообще, типа, не стоит покупать мастер-классы, что на это как бы, вот, что не то, что жалко, но это ненужная трата денег, что действительно, если ты хочешь, ты можешь продумать и связать сама. Возможно, есть такой момент, и многие так считают. Мне нравится покупать мастер-классы. Не в смысле покупать. Мне нравится вязать по мастер-классам, потому что, когда ты находишься на стадии обучения вязанию, а мне кажется, особенно спицами, это какой-то процесс бесконечный. И если вот, например, я какую-то модель сейчас вижу, я думаю, так, да, я могу ее рассчитать, я могу ее связать, там какой-нибудь реглан, вот, легко там, да? А какую-то модель я вижу, и я не понимаю, как она вяжется там, как там выкройка строится на эту модель. И мне удобнее купить мастер-класс и связать по нему, и научиться новому по этому мастер-классу, и потом применить для себя в других изделиях. Но это я немножко как-то в другую сторону ушла. Суть в том, что покупать ли со скидкой, чтобы они лежали, или только какие вязать, ну, тут решать каждому индивидуально, мне кажется. Как по мне, покупать со скидкой, а потом они обязательно пригодятся. Если это какая-то такая ходовая модель, которая вне времени, то почему бы нет? Не свяжете сейчас, свяжете потом. А потом не факт, что этот мастер-класс будет продаваться. И не факт, что будет такая цена. Может быть, дешевле, а может быть, дороже. А может быть, вообще, потом этот автор перестанет его продавать. Потому что такие случаи тоже были. Многие авторы потом передумали, и не стали продавать свои мастер-классы. Поэтому, ну, как бы, если есть какая-то скидка, есть возможность купить, то по мне лучше купить заранее. Пусть будет, как говорится. У меня так спокойнее, когда у меня что-то есть в загашничке, и что, вот, например, у меня бывает такое, я не знаю, что связать. Раз полезла, покопалась, посмотрела. И классно бывает то, что, о, у меня такой мастер-класс есть. Да, я и не знала. Вот, то есть, тоже такой момент бывает. Мне заранее, в общем-то, я за то, чтобы покупать по распродажам, по скидкам. Я думаю, что обязательно когда-нибудь он мне пригодится. Может быть, не сразу, может быть, потом. Я даже, знаете, как, может быть, какой-то, вижу какую-то вещь, и мне там непонятно, как связать там горловину или что-то. Я вижу, что у меня есть что-то подобное в мастер-классе. Я могу залезть и посмотреть, да, саму технику там, как это провязывается. Поэтому, ну, я вообще жуткий шопоголик, поэтому мне эти вопросы, наверное, задавать нелогично. Но также мне нравится вязать и без мастер-классов, самой, конечно, но это вопрос не туда. Ладно, дальше. Вязание куклам, вязание игрушек. Согласились бы на такой заказ? Я вязала и куклам, я вязала и игрушек. Игрушки не на заказ. Ну, на подарки вязала, для себя вязала. Если будет какой-то заказ, и у меня будет время, свяжу, конечно, почему нет? Вот, то есть здесь такого, ну, мне нравится. Мне прикольно вязать такие мелкие вещи. Иногда по настроению, да? В общем-то, да, ответ на вопрос. Сколько проектов обычно в работе? Много. Много обычно в работе. Много долговязывал, больше трех, скажем так. Не будем углубляться. Сейчас, сейчас больше пяти. Вот. Но, я надеюсь, что я вот в ближайшие пару недель несколько проектов закончу. И у меня прям будет, прям будет хорошо. Вообще, в идеале для меня не больше трех. Не больше трех, это здорово, потому что у меня есть очень длительные долговязы, к которым мне теперь не хочется приступать. Это вообще глобальная ошибка, закидывать долгий ящик. Но это об этом все говорят, это уже не секрет давно. Так. Бывает, что носишь вещи, а кончики не заправлены? О, да. О, да. Я тут к своему стыду в двух свитерах обнаружила, когда пошла их стирать уже после там носки в этом сезоне. Понесла их в стирку, вывернула наизнанку и смотрю, что, короче, кончики там под мышками у меня не спрятаны. А я ношу, не замечаю, все нормально. Даже некоторые шапки нашла. Вот когда разбор с шапками делала, что эти шапки я носила годами, а кончики не все спрятаны. Их не видно, и я про них забыла. Короче, бывает, бывает такое. Что у тебя есть в запасе для подарка гостям или в качестве презента вязаная? Ой, да ничего такого у меня в загашнике нет. Есть парочка носочков. Вот, в принципе, их можно подарить. Они новенькие, не ношные, как бы. Но если кто-то захочет из гостей и размер будет подходящий, конечно, подарю. А так в загашнике ничего особо нет. Раньше была куча шапок. Вот, в этом году я шапки так очень ограниченно вязала. Очень немного. Так, что выгоднее всего вязать на продажу? Аксессуары, конечно. Шапки, снуды, капоры, перчатки, варежки. Это прям особенно я вот рассказывала, что я вязала шапки из толстой перуанской шерсти на продажу. Ну, пару лет, наверное, я это делала. Это быстро. Это качественно. Это стопроцентно хороший результат. И, как бы, да, на этом реально заработать. Единственное, что, когда пряжа очень толстая, для меня очень большая нагрузка на плечи, на шею, на позвоночник. Поэтому больше я, как бы, на заказах вязать точно не буду. Потому что очень сильно я мучилась потом от головных болей, когда часто и много вязала из толстой пряжи. Вот так, в принципе. И с пряжи потоньше, я думаю, что аксессуары выгодно вязать на продажу. Повязки также сейчас весна. Почему нет? Игрушки, мне кажется, также тоже не очень много времени занимают. И, как бы, кому интересно это постоянно делать, кому это не надоедает, то вполне да. Плечевые, мне кажется, нет. Плечевое изделие вяжется, ну, как минимум, неделя, да. Если там ты, с учетом того, что ты не работаешь. Ну, в зависимости от того, какой плечевое, конечно. Ну, и продать за достойную цену его достаточно сложно. Потому что у нас все-таки это еще не так ценится. А за дешево, например, я не буду продавать. Мне, я тогда лучше подарю. Вот честно. Я не хочу, например, вязать неделю свитер и заработать с него там 3000 рублей. Нет. Я навяжу три шапки и с каждой шапки по полторы, по две тысячи заработаю. Если на то пошло. Хотя бы по 1000 рублей с шапки, так я их свяжу три за три вечера. Поэтому нет. Плечевые, мне кажется, не очень выгодно. Но, опять-таки, какая цена? Так, дальше. Ярмарки участвовала. Если да, то сколько вещей нужно на продажу? Нет, девчонки, я не участвовала. И, честно, даже я не знаю, как в них участвуют, где регистрируются, там и так далее. Потому что я столько не навязывала. Никогда на продажу или на наличие, чтобы участвовать в ярмарках. Ну и так особое желание, если честно, не было. Я хочу, чтобы вязание все-таки было в удовольствии. Я не могу определиться с нишей именно, чтобы вязать одно и то же. Мне хочется для себя вязать. Вот что-то для друзей, там, для родных. Я не могу там навязать, например, сразу, не знаю, 30 игрушек. 50 шапок сразу. И вот идти на ярмарку и стоять там, это дело все продавать. Не хочу и не буду, скорее всего, надеюсь, никогда. Но ни от чего в жизни не зарекаюсь, как говорится. Поэтому, ну, ответ на вопрос нет. Вот. И сколько вещей нужно? Ну, много нужно, да, чтобы ваш прилавок, ваш стенд выглядел презентабельно. Чтобы было что-то обязательно очень и очень интересное. Потому что, ну, обычные шапки, хотя, собственно, и обычные классические вещи, какие-то базовые, очень хорошо, наверное, продаются на ярмарках. Не знаю. Вот. Не довязывай. Распускать или вязать мучает ли тебя совесть по этому поводу? Ну, тут каждому, как говорится, свое распускать или вязать. Я что-то распускала, что-то довязывала. Совесть мучает, да. Вот. Но сейчас уже не так сильно, как раньше. Моя совесть немножко как-то стала более лояльна ко мне в этом вопросе. Поэтому тут уже на свое усмотрение. Лучше, конечно, их не допускать изначально. Но вот, например, с моим темпераментом, таким, как у меня, характером немножечко, таким сбалмошным, сбалмошным, молниеносным, там, да, хочу вот это. Могу бросить и сразу там начать другое вязать и про недовяз забыть. И потом уже не помнишь, как его вязала, не помнишь ни расчетов, ничего. Еще могу не записать. Поэтому, как бы, все это такое. Поэтому лучше всего не допускать. Ну, а там уже на свое усмотрение довязать или распустить. Дальше. Двадцать шестой вопрос. Сколько много я уже наотвечала, да? Уже немножечко осипла. Так что не ругайтесь. Дальше. Мужчина, который вяжет, снимает влоги и так далее. Приемлем для тебя или лучше бы работал в офисе, на стройке и так далее? Ой, ну, слушайте, тут каждому свое. Даже в вязании мужчины могут очень хорошо зарабатывать. Если к вопросу о материальной сфере. Там, да, вот я знаю, Таня Курочкина, у нее муж блогер. И он вяжет, и как бы там тоже, я не знаю, книжки выпускает. Он не выпускает, она выпускает. У меня даже есть книга от Татьяны Курочкиной. Вообще, вот мне вот, кстати, вот, ну, все допустимо. Если он этим кормит семью, или если ему не нужно дополнительно зарабатывать, и все ок, да пусть вяжет, и класс. Вообще, только за. Вот, мой муж, например, очень далек от этого, и вот, вообще, как бы, не рассматривает такое, как мужское дело. Поэтому тут все очень индивидуально. По мне, так, делайте все с радостью. Главное, чтобы всем все нравилось, чтобы был достаток, чтобы все было хорошо. Дальше, 27 вопрос. Обсуждаешь ли ты с мужем вязание, пряжу, вязальные встречи и так далее? Нет. Мой муж, как я и уже сказала, далек от вязания. Он вообще, как бы, ну, я однажды у него спросила, когда мы ехали на море, и он был за рулем, а я вязала носочки. И я у него спросила, тебя, говорю, вот не раздражает, что я вяжу, вот сижу в машине, там, при тебе? Он говорит, нет, вообще нет, вяжи, все, класс. То есть, нет, его не раздражает, но и обсуждать с ним что-то по вязанию, это какой-то вообще не туда вопрос. Он единственное, что мне не понимает, зачем столько спиц. Когда я у него на какой-то праздник очередной делаю ему заказ, была каким-то моим вязальным хотелочком, он мне говорит, ну, куда тебе, у тебя уже столько спиц, у тебя уже столько пряжи, опять пряжа. Честно сказать, иногда я прям не показываю, что я ему купила, иначе он меня закидает тапками, вот, но обсуждать уж тем более нет, ему это неинтересно, как бы, тем более, что я ему не связала то, что обещала, я ему связала, обещала свитер из фильма «Брат», но не связала, и поэтому он мне говорит, я уже свитер ношу, в кавычках, поэтому этот вопрос вообще не обсуждается. Ну, носочки мои носят с радостью. Шапки ему не нравятся такие, он любит, чтобы подклад был у шапок, шапок, чтобы они вообще не продувались, поэтому ему мое вязание вообще, в принципе, неинтересно. Двадцать вопрос, 28 вопрос, что я заговариваюсь. Моем шкафу, от чего-то обовязанного избавилась, почему? Ну, вот я говорю, что я капоры распущу, потому что я их как-то не ношу, скорее всего. Вот. А так, ну, чепчики вот эти я не ношу, я их и не вязала, собственно. Платья вязаные я бы не вязала, и я не ношу их. Мне кажется, что вязаное платье, оно только на идеальную прям фигуру, наверное, до 42-го размера. Дальше, мне кажется, вязаное платье прям вполне откровенно. И, не знаю, на трикотажные такие купные вязаные платья тонкие я носила. Вот. А вот такие самовязанные мне, честно, не очень нравятся. Я видела на девочках, там, на ком-то очень классно сидят, а вот на мне они мне не нравятся. Поэтому им не место в моем шкафу, и какие у меня их, собственно, не было, я ни от чего не избавлялась. Вот избавлюсь, наверное, от капоров, то есть они мне как бы не нужны. Я их вряд ли носить, хотя парочку оставлю. Парочка мне нравится, но вот из пухонорки носить не могу. У меня прям аллергия на них вообще. Следующий вопрос. Ты помнишь свой первый заказ, свою первую продажу? Ой, нет, наверное, не помню. И что имеется в виду заказ? Заказ платный какой-то. Ну, прям вот первый. Это шапка. Шапка из толстой пряжи однозначно. Я не беру в расчет заказы там подружек, что я им вязала, знакомым и так далее. А вот продажи первая, да, наверное, но кому именно, тоже уже не помню. Я когда, уже рассказывала, когда я подарила шапочку своей подружке, на тот период еще коллеги, партнеры по работе, ну и сейчас мы тоже как бы коллеги и подружки, Танюшки. А после вот как-то этого подарка мне поступил заказ от ее знакомых уже там получается. И вот стали поступать заказы тоже там знакомых-знакомых, знакомых-знакомых. То есть уже, ну, я вот конкретно прям первую продажу не помню, потому что шапки все, в принципе, там плюс-минус похожие, разные цвета, немножко разные модели. Но конкретно какая-то такая, чтобы запомнилась мне, что какой-то такой заказ, нет. Не могу вам сказать. Все были положительные, все хорошо, поэтому как бы вообще такого какого-то выделения здесь у меня нет. Что ты пожелаешь всем тем, кто хочет начать вязать на заказ или на наличие? Здоровья пожелаю, девочки, потому что, как ни странно, это нелегкий труд. И почему-то, когда начинаешь вязать именно на заказ, у тебя, ну, я про себя конкретно буду говорить, не про всех, пропадает у меня, пропадает какое-то такое расслабление в вязании. Потому что, когда ты вяжешь себе, там что-то раз, косяк, ну, да, не видно, ничего страшного. Там, да, я не жуткий перфекционист, я это пролесну там, да, как это, что-то там не так, ничего страшного. Вот, там что-то не так спряталось, какой-то узелок, ну, ничего страшного. Вот, а когда ты вяжешь на заказ, должно быть все идеально, поэтому я вам желаю терпения, здоровья, вот, вдохновения. Вне зависимости от того, вяжете вы на заказ, на продажу или себе, неважно. Я пожелаю всем большого-большого вдохновения. Вот. Про наличие, про наличие. Ну, девчонки, не навязывайте слишком сильно много на наличие. Если вы решили продавать, то свяжите 2-3 вещи, если вы одинаковые вещи планируете вязать. И посмотрите, пойдут ли продажи, потому что, если вдруг нет, вы потратили огромное количество времени и сил, но как-то товар оказался невостребован. Такое тоже может быть, потому что у меня вот тогда пошли очень хорошо эти шапки. И я не то, что навязала наличие, но я купила очень много пряжи, а пряжа достаточно дорогая. И когда произошел спад на эту модель, то пряжа у меня оказалась невостребована, да, то есть она стала лежать у меня в запасах. А как бы стоимость одного матка, там, 1300-1500 рублей, в тот период, может быть, 1200 я покупала. Вот. Ну, такое себе, да, удовольствие. Ты, когда покупаешь, думаешь, что ты их быстренько все свяжешь, продашь. Я немножко переоценила свои возможности. Ну, не то, что я там не связала, а то, что, ну, сезон прошел, да. Да, следующий сезон не так это бы стало востребовано, как в прошлый сезон. Поэтому не кидайтесь сразу вязать, там, 30 шапок одной и той же модели. Посмотрите, свяжите 2-3, посмотрите, как это пойдет все дело. Только после этого вяжите еще на наличие. Если, конечно, там вы в ярмарке участвуете, если вы уже уверены в товаре, в продукте, если он у вас хорошо продается, и он вне сезона, там, вне времени, то, конечно, вяжите сколько там захочется. А так, ну, не переусердствуйте, потому что очень просто перегореть. Потом есть вероятность, что вы вообще не захотите вязать. Или именно эти вещи не захотите вязать, а у вас будут их просить, когда уже вы их не хотите вязать. А без души вязать тоже такое себе. Поэтому я всем желаю вдохновения. Я всем желаю здоровья, чтобы все-все-все было хорошо. Мирного неба, теплого хлеба, как говорится. Чтобы было много любви, много радости, много смеха, много счастья. Вот, поэтому вяжите с радостью, с настроением, для настроения. Такое тоже бывает, что вот иногда ты пришел там с работы, да, или там за день ты просто устал, или что-то произошло, и у тебя нет настроения, и ты раздражен, или ты переживаешь. Вязание тоже хороший помощник в этом деле. Вяжите для успокоения своих каких-то волнений. Это тоже такой хороший медитативный процесс. Вот. Ну и, конечно, еще раз, самое главное, будьте здоровы. Ошиблась вот здесь. Так, наверное, вот так сейчас положу. Самое главное, будьте здоровы, счастливы, и вяжите с радостью. Еще раз повторюсь, я думаю, что это никогда не бывает лишним. Спасибо вам за просмотр. На этом я буду завершать свое видео. Вот немножко не довязала квадратик, но вопросы закончились. Ну и не хочется, чтобы сильно длинным получилось, сильно длинной получилась эта болталочка, чтобы вам тоже не надоедать. Всем отличного настроения. Вот. Всего доброго. Всех обняла. Пока-пока. Пока. Пока.